Немногие знают, что пехота ополчения для войны с Наполеоном в 1812 году формировалась в городе Арзамасе. В его рядах было около 20 тысяч человек, в том числе эскадрон кавалерии, легкая батарея. Ополчение под командованием графа Грузинского дошло до Гамбурга и штурмовало город. Проект «Дорога героев» 1812 года руководитель военно-исторического клуба победителя Вячеслав Лапашов защитил на уровне города. Молодежные, студенческие, патриотические объединения пройдут по пути следования Нижегородского ополчения, сформированного в Арзамасе. Пеший марш по следам этого ополчения, по дороге. Первый этап его рассчитан на три года, что мы с Соборной площади с земли стартуем, соберем своих военно-исторических клубов студентов, пригласим поучаствовать и жителей Арзамаса, Нижегородской области, тоже студенческие военно-исторические клубы, военно-исторические, патриотические, всевозможные. Большая группа одним днем пройдет первые 20 километров по следам ополчения от Арзамаса в сторону села Абрамова. В пути будут делать причалы с легкими перекусами. К пешему маршу, который запланирован на 15 сентября, готовятся серьезно. Шьют знамя, готовят форму и другие необходимые вещи. Это будут, во-первых, привлечены и сами дети, во-вторых, они больше узнают о своих же собственных земляках, узнают. Ну и немножечко пройдут по дороге, немножечко поняв, что все-таки даже 20 километров в день – это эгегей. Ну, в смысле, это достаточно сложно. 15 сентября пройдет первый этап пешего марша. В последующие года ребята пройдут еще несколько отрезков пути по территории региона по примерному пути ополчения. Проект «Дорога героев» 1812 года отправили на конкурс «Росмолодежь». Планируют подать его и на «Росатом». Светлана Ярунова, Евгений Шекарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.